Шакарин Мухтар Аойзов 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 Жизнь и творчество великого мыслителя, поиск пути познания истины. Главные темы его произведения — свобода личности, моральность, духовное развитие. Например, трактат Шакарима «Родословная тюрков, киргизов, казахов, ханов», изданный в 1911 году в Оренбурге, оригинальный труд об этнической истории образования казахского народа и ряда тюркских времен. «Родословная» — историко-научное произведение, где впервые для того времени по определенному научному принципу систематизирован огромный фактический материал об этногенезе казахского народа, о связях различных племен и родов, о некоторых исторических событиях. Также известно, что Шакарим изучал произведения Льва Николаевича Толстого, придерживался многих его философских взглядов, был верен основному креду своего учителя «Нельзя на зло отвечать злом, ибо это ожесточает людей». Шакарим твёрдо верил в справедливость. Результатом его 30-летней работы является уникальный философский труд «Ушанок. Три истины», где он разработал оригинальную концепцию человеческого бытия. В гармонии и благоденствии общества Шакарим видел путь к нравственности, к человечности, к совести с большой буквы. Основой для хорошей жизни человека должны стать честный труд, завистливый разум, искреннее сердце. Вот эти три качества, которые должны властвовать над всем. Без них не обрести в жизни мира и согласия. К философской лирике и к трактатам Шакарима подвели философские мысли западных философов, как Платон, Демокрит, Камиль, Герберт Спинсер и многие другие. Шакарим является одним из первых журналистов казахской степи. Его гражданская активность проявляется в публикациях, где поднимаются проблемы молодежи, простого народа, социально-экономических отношений. В феврале 1913 года в Оренбурге начала издаваться первая общественно-политическая газета «Хазах» под редакцией Ахмета Байтурсенова, Алихана Букиханова, Морженко-Падулатова. Конечно, Шакарим подписался на газету и посвятил ей стихотворение «Поздравление газете «Хазах». За пять лет существования газеты поэт опубликовал не более 20 актуальных статей. Также Шакарим печатался и в других периодических изданиях, например, в журнале «Айхаб», в газетах «Сарарка», «Таржеман» и другие. Известно, что он призывал народ читать газеты и журналы и даже выступал в защиту газеты «Казах», когда хотели ее закрыть, и написал стихотворение «Де есть строчки». «Газеть цис ель жан жук, ульгинги есип», что означает, что без газеты жизнь полна мрака. Шакарим сочинил много мелодий к своим стихам. Он рано научился играть на дамбре. Абай специально для него пригласил в аул известного дамбриста Баткембая из племени Кири. Юноша перенял от него образцы щерпикюев и айтызов. Тогда же он впервые стал сочинять музыку. Первую песню «Жастек юность» Шакарим написал в юношеском возрасте. Его произведения широко распространились в народе. Отдельные песни записал на ноты известный исследователь музыки Александр Затаевич. «Кюи бостургай шмотокузир» переложены на ноты. Недавно стало известно, что к стихотворению «Зашла заря свободы» в 1919 году Шакарим сочинил музыку. Эту песню он создавал заветной целью сделать гимном Казахстана. Музыкальные произведения Шакарима широко использованы казахскими композиторами Ахмедом Жубановым и Латифом Хамиди в первой части симфонической сюиты Абай. Музыкальные произведения Шакарим последовал примеру Абая. Стремясь познакомить свой народ с лучшими произведениями западной и восточной литературы, он занялся переводческой деятельностью. Всего известны 18 различных переводов. Конечно, непревзойденным авторитетом, главным учителем Шакарима был Александр Сергеевич Пушкин. Шакарим перевел две повести Пушкина – «Дубровский» и «Метель». Особым успехом у казахских слушателей пользовалась повесть «Дубровский», чему в немало степени способствовало то, что перевод, в отличие от «Подлинника», звучал на привычном и любимом с детства языке поэзии. Шакарим хорошо знал и творчество Льва Николаевича Толстого и перевел на казахский язык его рассказы «Три вопроса» – «Царь Крис», «Асархидон». И казахский писатель высоко ценил эти произведения великого русского классика, потому что, по его мнению, они способствовали воспитанию читателей высоких нравственных качеств. Заслуга Шакарима как переводчика и в том, что он обратился к сюжетам мировой литературы. Например, он перевел известный роман американской писательницы Гарри Бичерсту «Хишина дяди Тома». Переводы Шакарима во многом способствовали духовному обогащению и воспитанию казахского общества. Ирика и философия великого казахского мыслителя и поэта Шакарима Кудайбердиева – целостная система духовного пути человека. Произведения Шакарима вы можете прочитать в электронной библиотеке «Наша Байд». Прислушайтесь к советам мудреца, насладитесь глубокими и прекрасными поэтическими образами выдающегося лирика. Возможно, в них вы найдете ответ на важные жизненные вопросы. Музыка. 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 Музыка.